Я вам напоследок, поскольку у нас все-таки день памятника Владимира Семеновича, я вам расскажу один из этих людей в нашей жизни, который тем, кто любит Исторство, очень обо многом скажет. Вот, незадолго до смерти, он меня спросил, Золотой, а вот когда он говорил по погибе, то, значит, это вот вопрос будет не в кулок, а в гладкий. Золотой, у вас, говорит, на Алтайе 16 сантиметров с гектара. Вы, в лучшем случае, на круг собираете 12 сантиметров с гектара, а план вы выполняете. Вы где хлеб беретесь? Вот задумайте, поэт, артист, русской, мне, простите меня, нет, есть дело до Алтайского урожая, но не до такой, а он задает мне такой вопрос. Я говорю, во-первых, какое тебе дело, где мы дрожжи достаем и куда брызги полетят? А потом, ты откуда про это знаешь? Он говорит, не справа. Оказывается, ведь вот на Кура, он, в правде, на 8 полосах опубликованы были эти вот цифры. Ладно, его план, я не знаю, как, отчет. Ну, куда нормальный человек нёс эту газету? Потому что тогда ведь мы выпускали танки, ракеты, а туалетные бумаги – это просто ж булглаз. Мы же её не выпускали. Он, а он же ведь ещё закончил первый курс строительного института, перед тем, как послужил обратно. Он с карандашом в руках считал, и у него не сходилось. Вот вы можете себе представить радость его, когда он в один кулак поймал всё ЦК? Так, вот, ну, какой нормальный человек будет вообще это считать? Это же ада в труду. А он считал, вот, говорят там, какого же патриотизма в нём был великий патриот? Великий патриот, говорили, Семёнов Крисович. Ну, кроме того, что там, ну, взял он из семьи профессионального военного. Ну, это, так сказать, особый статус. Ну, вот, вот каков это был организм. Какова это была голова. И не даром, потому что все космонавты брали его песню в космос. Потому что это такая жизнеуваживающая, такая мощь человечества. Спасибо. 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 Спасибо.